О, да, друзья, мы снова здесь с новым выпуском. И как и было обещано вчера, мы сказали, что вернемся, если что-то произойдет серьезное, либо цена во время выходных выкинет что-то интересное. И, естественно, у нас есть кое-что очень важное, а именно в мире геополитики. И это затронет казначейство США, а также это затронет то, как будут реагировать цитрамбанки по всему миру, так как мы потенциально имеем еще один очень и очень крупный военный конфликт. И именно этот сейчас происходит в Израиле, как вы, возможно, слышали. Если вы сейчас сидите на Твиттере, или как он сейчас называется, Экс, вы видели много видео. Если вы зайдете на Твиттер, вы видите массу страшных видео. Это очень и очень ужасная ситуация. Это просто безумие. Кое-что я вам сейчас покажу. Прямо сейчас у нас происходят бои на территории Израиля. Но также, также потенциально готовятся вступить и третьи стороны, как вы можете увидеть на этом Твиттере. Но что гораздо более важно понимать, это большие последствия. Пока сейчас мы наблюдаем над этим началом, потенциальные последствия могут распространиться и в виде международного военного конфликта. И интересные выводы по ситуации делает Ким Дот Ком. Делая свой взгляд на крупную картинку, укрупняя ситуацию и пытаясь увидеть потенциальные проблемы, с которыми мы можем столкнуться в ближайшем будущем. И как именно это повлияет на рынки, как это повлияет на твердые активы, что является основной темой данного канала. Мы говорим только о твердых активах и биткоине, а также о том, как мы можем себя защитить от ужасных ситуаций, происходящих в мире. Но смотрите сюда, это отличный обзор, в котором он особо подчеркивает денежные аспекты. Объясняя атаку Хамас на Израиль, он говорит, Иран пытается выйти на конфронтацию с Израилем и США. То есть он прямо так и говорит. Речь идет не только про Израиль. Проблема больше, она международная. Потому что то, как эта ситуация разыграна, является очень хорошо продуманной, спланированной. Поэтому есть очень большая вероятность, что уже есть международное вовлечение. Итак, это первое. Второе. Успех России в войне с Украиной побуждает Иран покончить с враждебной внешней политикой США на Ближнем Востоке. Важно понимать, что этот тон является нормой для Ким.ком. По сути, антиамериканский. И такие взгляды под данным углом. Это важно помнить. Но при этом ясно также и следующее. Правительство США, и это, кстати, очень объективно, это предложение о том, что правительство США было вынуждено печатать триллиона долларов по мере проблем с подъемом, ограничение долгов является очень объективным. Здесь нет никакого политического окраса, либо чего-то еще. И это крупнейшая проблема. Если имеет место факт того, что новый военный конфликт является крупной компанией, в которую включены множество различных участников, то правительство США находится в очень плохом положении, начиная что-то такое и принимая в этом участие. Новая война приведет к еще более сильной инфляции и еще сильнее ускорит спад экономики США. И здесь важно следующее. Вы должны быть вне данной системы. Потому что последний раз, когда США находились в очень плохом состоянии, помните, что было? Они забрали у всех золото, а забрав его, сказали, что нелегально владеть золотом. Если у вас есть золото, вы должны его отдать. Почему? Потому что страна в беде и нуждается в вашем золоте. Но если золото остается у вас, то вы не помогаете стране. Поэтому вы должны отдать его стране, и чтобы правительство смогло продолжить печатать деньги. А для этого правительству нужно ваше золото. Это было сто лет назад. Если вы не помните, зайдите в гугл и посмотрите сами. Посмотрите сами. По сути, США запретила иметь золото. Вы найдете много интересного. Поэтому, если США оказывается в очень плохом положении, и мы видим, что у нас появляется новый военный конфликт, в который США будет вовлечена, посмотрим, в какой степени, то вы должны быть на безопасной стороне. И такая безопасная сторона – это самостоятельная кастодиальность. Это обладание цифровыми активами и мобильность, чтобы вы легко могли переехать в любую другую часть мира. Но продолжим. Если Иран заминирует Армузский пролив, возникнет риск мирового энергетического кризиса. И здесь кем спекулирует о том, что будет дальше. Он спекулирует о том, что произойдет, в том случае, если этот конфликт разрастется. В том случае, если в конфликт будет вовлечен и Иран, и что планирует сделать Иран. Что ж, вы видите, что Иран находится вот здесь. А Армузский пролив является тоненьким, тоненьким, тоненьким проходом, через который перемещается огромное количество нефти. И о чем в данной ситуации спекулирует Ким, так это о том, что, если имеет место, что в данной хаотичной ситуации, для того, чтобы заблокировать или заминировать Армузский пролив, что потенциально может и произойти, то критичность глобального энергетического кризиса будет еще выше. У нас сейчас и так уже есть проблемы из-за военного конфликта Украины и России, из-за которого возникло и так множество энергетических проблем, а также мировой инфляции. Поэтому только представьте, как все это может усилиться, если мы увидим, как Иран начнет, например, блокировать, элиминировать, в общем, что-то делать в Армузском проливе. И на эту тему Ким и спекулирует. Администрация Байдена использует большинство резервов нефти в США для стабилизации внутренних цен на бензин. Это другой важный фактор. И по мере того, как мы наблюдали за развитием военного конфликта между Россией и Украиной, цены на энергоносители выросли. А причина здесь в том, что Россия является одним из крупнейших экспортеров энергоносителей нефти и газа. Хотя сейчас уже нет. И для того, чтобы стабилизировать цены, США используют свои резервы. А теперь они, по сути, опустошены. По сути, опустошены. И Иран может значительно усилить боль для американского правительства. Украина превращается в крупнейшее поражение для США и НАТО. Не могу сказать, правда ли это или нет, но повторюсь, что это точка зрения Ким Дудком, и он всегда несет такую повестку. Чтобы вы не читали с Ким Дудком, он пишет всегда с таким уклоном. Кое-что в этом посту является объективным. Например, то, что он написал о правительстве США, является объективной точкой зрения. Что же касается этого утверждения, посмотрим. Опять же, ребят, мы с вами не являемся военными экспертами. Мне нравится, когда люди настолько уверены в том, что они знают. О, нет, они проигрывают. О, да, они побеждают. Ребят, мы на самом деле не знаем. Но когда вы читаете Кима, он подает это под таким углом. И новая война в Ближнем Востоке ускорит упадок США. И это правда. Это объективно. Это совершенно объективно. Но также это зависит от того, как вы определяете слово «поражение». Что вы в это вкладываете? Что вы вкладываете в понятие «победа». Потому что ведь не будет никаких побед. Все проиграют. Что бы вы ни делали в войне, вы всегда проиграете. И это, по сути, субъективные и объективные части. Объективно, я бы сказал следующее. Совершенно верно, это ускорит упадок США. И это, по сути, приведет США туда же, куда, по сути, это привело Британию, когда она вступила во Вторую и Первую мировые войны. На момент, когда они заходили в Первую и Вторую мировую, как вы знаете, раньше ведь здесь был фунт, а теперь доллар. И вопрос в том, что будет дальше. Потому что, если снова США будет втянута во все виды конфликтов, времени остается немного для доллара. Количество дней сочтены. Их остается не так много. Вот как это устроено. И что самое главное, правительство США не может себе это позволить. Больше всего выиграют Россия и Китай. Иран это понимает и играет на обе стороны. Играет на руку своим партнерам. Ах, ребят, в любом случае, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, является очень непредсказуемым. Никто не знает, что будет дальше. Это может стать очень большим, крупным черным лебедем. Это все может стать очередным, большим, жирным черным лебедем. Вы помните, что было в начале ковида? Никто не думал, что это так завалит рынок и биткоин. И сейчас то же самое. Мы только в начале этого военного конфликта. Поэтому для нас сейчас не видны более крупные последствия этой ситуации. Но вы должны быть готовы. И я готов. Что бы ни случилось, мы должны к этому приготовиться. И одна из вещей, которая может произойти, в том, что правительства, особенно западные, начнут печатать, как никогда раньше не печатали. Никогда. И с этой ситуацией, скорее всего, наступит и контроль капитала. Если вы захотите снять деньги с банка в своей стране и захотите купить биткоин или золото, это будет очень сложно. Поэтому вероятный сценарий, если все это продолжится и будет только укрупняться, надеюсь, этого не будет. Может быть, что завтра с утра мы проснемся, а конфликт закончен, кто знает. Но если он начнет разрастаться, в худшем случае, с финансовой точки зрения, для повседневного человека, это контроль капитала. Как только у правительства начинаются проблемы, всегда приходит контроль капитала. Ограничения на снятие. Ограничения на использование денег. Автоматическая конвертация иностранной валюты в локальную валюту. Или конвертация, которая только лишь возможна на установленном обменном курсе, который всегда дерьмовый. Это всегда неизбежно. В таких ситуациях, как только в стране проблема, это происходит. И вот почему на протяжении всего года мы говорим на этом канале «Заходите в жесткие активы, заходите в крипто». Даже без этого военного конфликта мы с вами видим, что банкам и так очень плохо. Ранее в этом году многие банки уже закрылись. И представьте только себе ситуацию, если у правительства тоже начнутся проблемы. Мы напряглись, когда у банки начались проблемы. А теперь ситуация еще хуже. Теперь очень серьезные проблемы могут возникнуть и у правительств. И в такой ситуации контроль капитала еще более вероятен. Итак, с точки зрения подведения итогов, смотрите, если вы есть в Твиттере, я уверен, вы и так знаете, Твиттер стал средством массовой информации. Вы можете получать данные в реальном времени, например, смотря стримы. В общем, каша заварилась серьезная. Есть, что есть, ребят, и это является очень серьезной темой. Вы даже чувствуете настрой данного эпизода, который не является нашим обычным высокоэнергичным качающим эпизодом, потому что это очень серьезная тема. И последствия в мире мы до сих пор не можем назвать. Но то, что сейчас происходит в Израиле, это, конечно же, ужасно. Поэтому все наши мысли о тех людях, которые с этим столкнулись напрямую, и которые сейчас лежат на Земле. Но давайте пойдем дальше и поговорим о крипто. Как нас, будучи в крипто, это все затронуло. Что может произойти в ближайшем будущем? И в ближайшем будущем это может использоваться против крипто и бирж, таких как, например, Binance, у которой имеются следы в бухгалтерских книгах от транзакций Hamas. И это очень серьезная тема, потому что это ситуация, в которой Binance имела транзакции Hamas, в любом случае, в соответствии с судебным разбирательством. Но теперь она в гораздо-гораздо худшей ситуации из-за этого текущего военного конфликта. По сути, внутри самого Binance руководители и сотрудники признали, что потенциально платформа Binance осуществляла нелегальную деятельность. Например, в феврале 2019-го после получения информации о транзакциях Hamas на Binance, Лим объяснил коллегам, что террористы обычно используют небольшие суммы. Эээ, что? Безумие. Смотрите, вот безумие. Так как крупные суммы подразумеваются отмыванием денег. Коллега Лима ответил, за 600 баксов можно с трудом купить АК-47. А в связи с определенными и так далее. И это краткосрочная перспектива. В краткосрочной перспективе у Binance большие проблемы. Что бы не произошло в мире геополитики, посмотрим. Но, будет ли это использовано в краткосрочной перспективе против Binance? Конечно. Абсолютно точно будет использовано. Это практически без сомнений. Факт того, что все это будет использовано против Binance, как никогда ранее не использовалось. Так что, ребят, это и была основная суть ситуации. Не хочу уходить в другие темы, обсуждать с вами альткоины, движение цены и так далее. Это ощущается немного неуместным по мере того, как мы с вами обсуждаем крупнейший и серьезнейший вопрос. Поэтому прошу прощения за использование нестандартного жанра. В этот раз это необычный подход. Для доброго утра крипто глотну кофейку. Как мы обычно делаем. Но ключевой вывод здесь, ребята, следующий. Твердые активы, подготовленность к любым исходам. Надеюсь, ничего серьезного не произойдет, но если это станет глобальным конфликтом и выйдет за пределы Израиля, вы знаете, чего ждать. Ждать принтера. По мере принтера очень вероятно наступление контроля капитала. И вопрос лишь в том, есть ли у вас твердые активы или нет. Единственное. И сама кастодиально ли эти активы и затронет ли их потенциальный контроль капитала или нет. Вот и все. Вот и все. Это все на сегодня. Но вероятно, мы выйдем в эфир еще завтра утром. Посмотрим. И большое спасибо всем, кто смотрит нас в прямом эфире. Большое спасибо. Все наши стримы, даже если мы это делаем в случайное время, все зрители наши герои. Ребят, надеюсь, вам понравился этот короткий выпуск. Небольшой, но я думаю, если вы смотрите его, значит, у вас гораздо более лучшее понимание ситуации. Значит, у вас сейчас гораздо большее знание тех потенциальных сценариев, которые могут произойти. И главное, вы знаете, как действовать. По крайней мере, сейчас вы проинформированы о возможностях, а также нет, не возможностях, а рисках. Мы с вами говорим о возможных рисках. Поэтому напишите свои полезные комментарии в секциях под видео, что вам зашло, что не очень. Конечно же, лайк, подписочка. И, ребята, до скорой встречи в следующих выпусках. Цените момент и всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!